друзья мы счастлив вас приветствовать мы в недрах компании сплав город москва улица кечерская дом 16 все правильно здесь находится центральный магазин компании сплав и сейчас ним идет ремонт какой-то грандиозный для того чтобы он был не центральный от центральнейший в галактике конечно выделить уголок в этот приткнуть в этот уголок для того чтобы со специалистом компании сплав и моим бессменным компаньоном кириллом ответить на ваш вопрос который честно ну и забит достал как же правильно комбинировать плане многослойного комплект на комплекта для достижения максимального комфорта друзья начну издалека это как бы ликбезно видео поэтому здесь надо но много теорий чтобы было смысл чем то вы подразумеваете по словам комфорт я предположу что это тепло и сухо однозначно если сухо с этим все понятно да это когда не мокро то тепло у всех по-разному вот кроме шуток у всех вот я сюда сегодня шел я не знаю когда вы это видео видео посмотрите на сегодня середина марта ну довольно в москве про мозгло сыро прохладно я шли в ней и в утепленной куртки до такой легкий аналог седьмого слоя надеты поверх пола навстречу мне шел человек в футболке по улице и он не производил впечатление духотворенного он не бежал то не он шел именно что он был нормально одет нормальная прическа футболка рюкзак у него то есть он вот шел по делам футболки поэтому вот как одеться чтобы было не холодно это вы должны сами ответить на этот вопрос себе но мы постараемся вам дать базовые моменты до которых стоит отталкиваться во первых от чего складывается ощущение температурного комфорта первый момент это соответствие естественно тому что на вас надета температуре окружающего воздуха влажности ветру и так далее естественно того насколько вы грамотно оделись то есть что у вас должна быть например в холодное время года в низкой активности наверно утепленная куртка на вас дать это важно далее следующий момент насчет это соответствие соответственно того что надета и температуре за бортом второй момент на режим активности в каком режиме вы находитесь активность если у вас низкий режим активности то соответственно в холодное время года температурного комфорта будет дать гораздо тяжелее чем если вы находитесь на высоком активе в то же время надо понимать что в теплое время года сегодня у нас середина марта и впереди теплое время года температурный комфорт не настолько зависит от режима активность то есть вам будет либо просто тепло либо жарко легче ну то есть как прохладнее не получится по-любому только когда значит понизна температура воздуха далее следующий момент это индивидуальное восприятие температуры некоторые например очень сильно страдают жару не переносят вообще то есть у них просто там ну кошмар другие жару переносят нормально одни легко переносят холост в том плане что он не на них не производит настолько там деморализующего критического воздействия другие холод переносит очень плохо у некоторых как у меня например подморожены пальцы на руках и на ногах у меня там ну уже там минус 3 минус 5 в неутепленные обуви начинают в низкой в низком активе стык пальцы очень сильно руки замерзают настолько что я могу там терять чувствительность руху других этого нет третий момент это насколько вы физически стыщены сколько вы времени уже провели на улице сколько вы не спали сколько вы нормально не питались так далее так далее так далее из-за этого температурный комфорт то же самое будет его достичь гораздо тяжелее и следующий момент акклиматизация акклиматизация то есть если в полевых условиях уже находитесь долгое время либо вы в полевые условиях попали из дома вот вас из дома вывели за ухо и поместились прямо там не знаю на view but of the vitrine и на там на мороз там вы будете будучи очень тепло одетыми будете все равно мерзнуть потому что вот этот перепад температур перепадут этих границ комфорта будет критично для восприятия понимаете да сколько слагаемых а вы хотите чтобы мы вам сказали дадут а к 10 будет топчет вы поняли да что же этого не получится но мы попробуем попробуем и потом на это будет эпитафия по крайней мере они они портали и так скорее всего говорю еще раз в это видео посмотрите уже на границе холодного и теплого времени года поэтому мы начнем давать рекомендации исходя из того что у нас на дворе теплое время года если у вас на теплое время года это значит что у вас будет на вас первым слоем одета термобелье базового слоя первый слой когда называется компания сплав у нас он называется ага ага значит это футболка с коротким рукавом термобелье это имеется ввиду это полусинтетический материал предназначен для отвода дурацкое слово ну всем понятно для отвода влаги тела по-дурацки звучит но все понимают для отвода влаги тела значит это футболка с коротким рукавом и трусы боксеры но они могут быть короче могут быть длиннее рекомендую подлиннее но в общем факт остается факт трусы боксеры и футбол с коротким рукавом извините давай просто конкретизируем что мы понимаем под таким сложным выражением отвода влагать то есть задача первого слоя термобелья убрать влагу от вашей кожи вывести наружу и испарить не задерживая в себе да не задерживая себе не ну как в хлопок он будет задерживать влагу синтетические ткани в этом но они остаются сухими сами далее смотрите ребят независимо от температуры воздуха независимо от режима активности независимо первым слоем всегда будет термобелье теплое время года короткое термобелье холодное время года точно такой же но длинная термобелье то есть штаны кольцо рубашка футболка с длинным рукавом и штаны кольцо я слышал разные цифры я придерживаю цифры плюс 15 плюс 15 и выше это теплое время года плюс 15 ниже но здесь уже где-то ближе к десяти на до 10 скорее всего 10 ниже 10 градусов это уже мы условно считаем холодным временем года и надеваем длинное термобелье плюс 10 и выше это соответственно уже теплое время года и короткие далее что поверх термобелья одевается в теплые годы мы одеваем основной полевой или боевой комплект мы ориентируем нашу программу эту передачу главным образом на выросушку мы остались от боевого комплекта его комплекта у нас соответственно брюки были и боевая рубашка сразу скажу что бывая рубашка может использоваться как непосредственно на тело так и надеваться на термобелье первого слоя здесь не в этом никаких проблем нету то есть сразу можно его можно сразу нет на тело потому что торс термобелья выполнен из аналогичной ткани а можно под одеть футболку под нее на что это влияет я смогу сказать так если очень жарко что вот прямо невыносимо невыносимо жарко то наверное можно одевать прямо на тело короче если как сказать дополнительный вот такой даже то есть люди думают что одев термобелье под рубашку мы никак температурный температурный комфорт не влияет на самом деле немного температурный комфорт добавляет добавляет а поэтому можно одеть футболку под нее никаких проблем не будет и вот в этом комплекте соответственно термобелье первого слоя боевой комплект надетым на вас вы выполняете в теплое время года все боевые задачи практически в поле вы находитесь все сегодня мы практически все используют боевую рубашку боевые брюки поднем термобелье но мы понимаем что даже летом даже в теплое время года температура может понижаться и вам может становиться прохладно либо холод как утеплиться в летнее время года надо понять что основным утепляющим слоем утепляющим слоем является флисовая кофта или третий слой сегодня для сплава основным третьим слоем является куртка крич кричит вот такая вот она бывает мультиками на бывает 2 такс и оливковые мох я левка куртка кричит раньше основным утепляющим слоем была куртка хайлофт волосатая такая но теперь к речь вот она важно понимать что эту куртку нельзя надеть под рубашку его и скорее всего ее она имеет довольно анатомичный кровь не получать поверх боевой рубашки потому что ну был карманная велкро ну лапка жучку это нужно будет комбинировать слои иным способом то есть в для этого для этого случае малым способом использовать теплое время года ветровку и флисовую куртку вы снимаете рубашку одеваете на термобелье флисовую куртку и сверху термобелья одевайте ветровку и тролка называется бара это 4 4 так называемый и вот таким вот таким способом вы добиваетесь и что что это позволяет сделать это позволяет использовать боевую экипировку в силу бронежилет разгрузочный пояс поверх ветровки без всяких проблем и вы соответственно в теплое время года но это условно тот же апрель конец апреля начало мая сентябрь месяц вы вот таком комплекте и внизу термобелье будет чувствовать себя прекрасно то есть в данном случае ветровка несет ветрозащитную функцию и также защищает ткань довольно таки нежную флисовую от повреждений элементами экипировки то есть вверх у нас будет приходится повторяться для того чтобы все запомнили у нас будет те первый слой термобелья второй слой флиса третий слой ветровка внизу у нас будет соответственно трусы или и боевые брюк пока все понятно надеюсь туда в любом случае если что-то непонятно назад мотайте пересмотрите сразу скажу что вот это вот вот это вот это вот это вместе вот это вместе можно заменить одной лукой l3a l3a яфма про нее сказано снят очень много вот этой курткой можно одной заменить вот это было перед эту курточку накинуть поверх короткого термобелья и даже вот даже сейчас вот даже сейчас можно будет высоком активе действить без проблем но единственный нюанс про яшму это довольно таки опять же нежная внешнюю ткань оно нежнее чем набора добро на плотнее то есть фактически это якобы я поставил так что вот эта ветровка вот это ветровка она это облегченный может сказать обреченный пятый слой да по факту эта листа так вот это мы чем все говорим про теплое время и если в теплое время года начинаете сильный дождь сильный дождь вот эти все слои внешние не так или иначе мелкий дождик держит какой-то моросящий пошел и перестал не имеет смысл на 40 час машине смысла значит переодеваться менять снимать там и так далее если пошел сильный дождь либо вы выходите на задачу и дождь уже идет и но сейчас всем доступны прогнозы погоды там в гаджетах различных вы понимаете что с не закончится скорее всего вам придется заранее заранее одеть специализированный влагозащитный шестой слой который представлен в многослойном комплекте от сплава изделиями на изделие это комплект шторм шторм куртка и брюки это шквал шквал куртка и брюки это чистый слой они легко пакуются легко убираются легко можно в рюкзаке нести все обладает соответственно и это мембранная ткань все значит здесь выполнено для того чтобы он занимал мало места но при этом хорошо вещал от лагина надо понимать что мембрана она пара проницаемостью обладает условно в каком плане что есть специально прописано какая она у них да для того чтобы показать что на в этом плане отличаются обычных тканей и в лучшую сторону отличаясь толыше тканей планет couple проницаемости лишимся поэтому для высокого актива надо понимать что вы будете все равно во будет все равно жарко потому что она пара проницаем особенно гораздо хуже чем всех стали вещей но маленький нюанс который обязательно нужно рассказать в нашем варианте шквал именно шестой слой он сделан как шестой классический слой то есть он по объему намного больше то есть он одевается прямо непосредственно снаряжение экипировку и все-все-все да может одеваться может но я не рекомендую одевать поехали почему потому что несмотря на то что там есть определенная защита изнутри до который защищает саму мембрану элементы экипировки открыты магазиновой бак посудку на груди расположен вот это вот все вот это вот все особенно если вы вдруг упали встали соответственно все будет уничтожен очень быстро изнутри поэтому я все-таки рекомендую если дождь уже идет сначала надеть мембрану а потом уже экипироваться в основной комплект просто при выборе обращайте на это внимание то есть если вам нужен именно объем под снаряжение берете на размерами даже в теплое время года я настоятельно и рекомендую вот элемент экипировки одежды который называется жилет перед он занимает очень мало места очень легкий но например холодной ночью или когда у вас там основная одежда промокла потом дождь закончился вам надо быстро согреться огонь разжигать нельзя и так далее тогда тогда на миллион возможности миллион вот этот жилет у него можно надеть вниз например под ветровку можно вверх поверх боевой рубашки к примеру до дару миллиард вариантов использования комбинируется со всеми элементами одежды с любыми он куда угодно его можно поверх термобелья можно одеть можно на пинатин поверх голого торса не знаю когда ночью там выйти куда-то по-быстрому добежать на место другого не знаю куда угодно вообще можно и водить никогда вы не развесим здесь будет монтаж такой и мы снова появимся перед вами будем говорить про холодное время года здесь снова здравствуйте раз мы как обещали появляемся перед вами появились перед вами снова и продолжаем про холодное время года и начинаем с первого слоя первый слой у нас опять футболка с длинным рукавом и брюки также одевая они на вас соответственно должны надеваться когда температура воздуха 10 плюс 10 и ниже одеваем длинное термобелье поверх длинного термобелья мы используем холодное время года основной боевой комплект или холодного времени года или так называемый демисезонный боекомплект он в ассортименте компании сплав представлен демисезонной боевой рубашкой и демисезонными боевыми брюками чем их разница и чем их отличие от летнего комплекта боевого в том что они выполнены из неутепленного софт шелла целиком то есть эта ткань гораздо лучше защищает от ветра чем летние образцы она гораздо лучше защищает от мелкого от мелких осадков чем летние образцы и кроме того она в сравнении с ними в итоге да вот эта ткань она обеспечит лучше теплоизоляцию при этом она в отличие от классического до так называемого пятого слоя классического пятого слоя который нам известен по комплектам паку и квакс там и так далее армейская демза в отличие от них что нам дает он нам дает лучшее взаимодействие с экипировкой и дополнительные защитные функции то есть смотрите рубашка у нас к примеру да она у нас там выполнена гораздо более анатомически приталенной нежели куртки облегающих одни она более облегающая до соответственно лучше взаимодействует бронежилет поезд на нее легче цеплять далее у нее соответственно выполнены точно такие же защитные вставки как на летнем боевом комплекте рубашка можно носиться как на выпуск так и под заправку соответственно на выпуск ну в зависимости насколько вам удобно то есть можно заправить можно носить на выпуск зависимость того какой боевой пояс вы используете просто есть боевые пояса которые монтируются например на пояс который уже в шлевках вставлен да есть боевые пояса которые разручные монтируются поверх соответственно и так и так можно данную рубашку использовать брюки боевые демисезонные точно также у них есть защита колени довольно эффективно уже испробована она и сам материал тоже и материалы рубашки материал брюк плотный очень он плотный прочный при этом неплохо вентилируется и эластичный во всех направлениях это эластичность на самом деле вот это даже минимальная эластичность она учетом того что в на коленях и на локтях установленные демпера защитные которые при различных движениях приседаниях там но сменных положений так далее не натягиваются немного да то есть когда локтичная она демпфер натягивается и за того что ткань тянется вот это натяжение она не влияет никак на эргономику эргономика не снижаются не как то здесь и мы встанем ставим на коленях такой штаны брюки у которых нету эластичности то в момент например когда мы будем падать на колено или уходить в прессе то он будет натягиваться и мешать чуть-чуть ограничивает движение эластичность к не убирает вот этот вот эту функцию поэтому я считаю что если вы на случай сотрудник комплект именно подбирая комплект основной базовый слой на холодное время года это должен быть вот этот слой и еще немаловажный момент рубашка все-таки несмотря на то что она более облегающий она допускает дополнительный слой тепли под себя то есть правильно подобрав размер правильно подобрав флисовую куртку правильно подобрав размер рубашки вы можете одеть боевую рубашку поверх утепляющего слоя и поверх этого слой уже надевать бронежилет разрушив пояс и в такое время даже в холодное время года вам это позволит эффективно действовать оставаясь границы температурного комфорта далее итак у нас здесь первый слой и основной базовый слой на холодное время года если это что касается высокого актива то есть высоко активные действия много двигаетесь много то есть в холодное время года активность очень сильно влияет на температурный комфорт в летнее время года она может температурный комфорт высокая активность только как убить короче то есть то вам было нормально комфортно когда вы много двигать и расслабить их жарко холодное время года все через опу прошу прощения потому что вы должны одеваться так чтобы в покое вам было немного прохладно потому что если вы оденетесь так что вам в покое будет тепло то вы когда начнете двигаться активно вам станет жарко вы будете обильно потеть, и как только вы снова перейдете к статике, вы сразу начнете мерзнуть, а условия обстановки вряд ли вам позволят снять броню, поезд, переодеться 10 раз, как это у туристов, может быть. В условиях это очень затруднено. Поэтому вот эти комбинированные слои вам придется... И поэтому 7 слоев. Научного тыка. Поэтому, кстати, да, правильно, 7 слоев. Далее. Если на улице холодно, реально холодно, то есть мы уже говорим, холодное время года, это вот у нас там вторая половина октября, октябрь, до середины апреля, ну до середины апреля, да, вот уже так, то если реально на улице холодно, то вместо белья, термобелья первого слоя, может быть использована термобелье второго слоя, да, то есть это так называемое утепленное или теплоизолирующее, или, ну, комбинированное термобелье гибридного типа, который сочетает в себе функции влагоотвода и теплоизоляции. То есть это флисовое термобелье. Гридовые структуры. Гридовые структуры, миллион раз про него снято, важно про него, забыли сказать самое главное, про вот эти все слои на канале компании Сплав есть отдельные видео. По каждому слой. По каждому слой. Все вот эти слои рассмотрены отдельно. Соответственно, если холодно, то вы надеваете термобелье второго слоя, а поверх надеваете новый комплект. Вопрос. Для демисезона, да. Термобелье второго слоя мы надеваем на термобелье первого слоя или носим самостоятельно? Ну, процентов, индивидуальная тема. Вот. 100%. Вот лично я всегда надеваю термобелье второго слоя отдельным слоем. Ну, на голое тело. Никогда. И зачастую даже трусы не подеваю. Прошу прощения за физиологические подробности. Я его просто надеваю на голое тело. Но, тем не менее, оно может носиться на термобелье первого слоя. Не можно надеть на термобелье первого слоя. Это сами должны для себя вот этот момент, как сказать, отрегулировать. Да. Но в полевых условиях одно на другое надевать нерационально. Объясню почему. Потому что если у вас есть оба слоя, вы после выполнения задачи, когда вы весь мокрый, грязный, все это в поту, прошу прощения за физиологические подробности, вы можете, когда уже, ну, в затишье, на отдыхе, переодеться. Если у вас будут и там, не знаю, простернуть, хотя бы проветрить там где-то там, не знаю, там просушить на улице. Если вы оденете одно на другое, то оба комплекта у вас будут, короче, понятно, да? А носить с собой одно термобелье, второй, еще дополнительный комплект, он не всегда возможен. Поэтому я бы рекомендовал все-таки одевать на голову. Термобелье первого слоя иметь там, ну, на подменку. С этим понятно, да? Понятно. Далее, если у нас на улице холода еще сильнее, мы одеваем поверх термобелья первого или второго слоя слисовую куртку. И, соответственно, поверх ее одеваем боевую рубашку. Здесь, на данной стадии, уже вместо боевой рубашки может использоваться классический курток. Если она у вас есть. Да, ну, вот пятый слой. Вот как раз классическая куртка пятого слоя. Классическая куртка, она более объемная и более подходит для взаимодействия с много, когда мы под нее много одеваем. И это уже, ну, это уже средний актив или низкий актив. Еще раз говорю, для взаимодействия с экипировкой больше подходит все-таки и на высоком активе, подходит и миссионная боевая рубашка. Тем более, что она по теплоизвестной... Это одинаковая ткань, и она, по сути дела, дарит нам одинаковые ощущения температурного комфорта. Если вы, смотрите внимательно, если вы хотите купить и то, и то, это отличный выбор. Если вы выбираете что-то одно, я для военнослуж, все-таки рекомендую вурбах. Однозначно вурбах. Если в холодное время года нас достиг дождь, или готовится достигнуть, мы одеваемся в тот же склал. Да. Что летом, что зимой, друзья? Вопрос в том, что будет надето под ним. Если летом мы его надевали на бывую рубашку, то зимой мы его будем надевать, скорее всего, на флисовую куртку. То есть у нас бутермо белье второго слоя, флисовой курткой и сверху шквал. Обычно в холодное время года, когда ветер или... когда снег сильный, мокрый или дождь, то я так одеваюсь. То есть одеваю второй слой, третий слой и куртку, соответственно, шестого слоя. Влагозащита. Влагозащита. Смотрите, еще момент один. Я понимаю, что мы вас грузим, грузим и грузим, но без этого не обойтись. Каждый слой практически имеет два элемента. Куртка, брюки. Внимание, вопрос. А надо ли имать куртку и брюки, или можно ограничиться только курткой? На этот вопрос вы ответить можете только сами. Никто вам на этот вопрос ответа надо или не надо не даст. Потому что если я вам скажу, можно надеть только куртку, вы скажите, у меня тогда промокнут брюки. Если я вам скажу, что надо надеть и куртку, и брюки, вы скажите, что там что-то неудобно делать, или что-то жарко. Ну, друзья, по опыту я могу сказать так, что утепление верха, как правило, оно всегда на свой больше, чем внизу. То есть там, где у нас летом, в теплый, то есть, грубо говоря, в холодное время года, в холодное время года, ноги, если мы берем от паха, не от паха, от бедра и ниже, мерзнет всегда меньше, чем тело. Потому что внутренних органов, в ногах нет, там нечем умер. У нас, как правило, надо защитить это внутренние органы, основные, внутренние органы, а теперь охлаждение. Вот. Поэтому куртку и брюки, или только куртку и брюки, решайте сами. Далее. Когда нам совсем поплохело, соответственно, нам уже на помощь приходит, оставить седьмой слой. Или барей. Это утепленная куртка, утепленные брюки, которые, как правило, используют для низкой интенсивности или для отдыха в холодное время года. То есть, соответственно, вы прибыли на место, распаковали их, от рюкзака достали и надели. Могут быть накинуты, как поверх снаряжения, могут быть снаряжения накинуты, надеты поверх них, в зависимости от условий, в каких вы действуете. То есть, это именно утепленный, полноценный, полноценный утепленный комплект. В комплекте к ним, друзья, идут вот такие бахилы, они тоже называются барей. Ими, соответственно, можно практически любую обувь довести до уровня утепленной и достигнуть, добиться максимального комфорта, в холодное время года. Важно понимать, что барей выполнен таким образом, что они могут быть надеты как поверх ботинок, так и вместо ботинок, давая возможность обувь просушить, обслужить, помыть и так далее. А вы будете в этих ботинках двигаться в пределах там ППД или ПВД и никаких проблем испытывать не будете. Это, в принципе, все основные моменты. Да, за исключением каких-то дополнений. Про жилет мы уже говорили, перед, он, что в холодное время года, что в теплое время года будет не лишним. И есть у нас еще вот такая куртка перед. Это облегченная утепленная куртка, то есть это легкий седьмой слой. Вот прям, вот просто, сейчас сказать, легкий седьмой слой. Ну же, если у вас есть седьмой слой, то, наверное, он не нужен. Дополнительный слой. Дополнительный, да, дополнительный не нужен. Если у вас седьмого слоя нету, то этот слой станет его альтернативой, но не заменой. То есть он зимой седьмой слой не заменит. Но, к примеру, вариантов других нету, седьмого слоя вы не можете найти. Есть перид, берите перид, перид, учитывая его вес, габариты в сложенном состоянии, практически влазит в любой рюкзак, даже штурмовой, он не помешает. Ну и в крайнем случае его можно использовать именно как внутреннее утепление. В крайнем случае можно использовать как внутреннее утепление. Понимаешь, забили вам голову, и некоторые из вас еще сильнее потерялись в том, что, в том, как комбинировать слои, как использовать, но в таком случае пересмотрите видео еще раз, и у вас выстрелят расстроенная сапочка. Но это я на самом деле не шучу, потому что мы реально вам перечислили все, как одеваться. Но, еще раз, пятисотый раз повторяю, только ваш личный опыт и ваши личные представления о прекрасном, то есть о температурном комфорте могут вам ответить на вопрос, что же надеть сегодня на задачу. Никто вам, исчерпывающе на этот вопрос не ответит. Помните, правила трех слоев. Первый слой влагоотводящий, второй слой тепло, согревающий, скажем так, утепляющий, утепляющий. Третий слой защищающий от внешних, от вредных факторов внешней среды. Это какие? Ветер, дождь и холод. Сильный холод имеется ввиду, то есть, когда там очень низкая температура. То есть, как это выглядит на практике? Термобелье влагоотводящая, плисовая кофточка согревающая и пятый слой надетый на мне сейчас на улицу будет меня защищать от ветра, мелкого дождя и мокрого снега. Потому что сейчас уже сильно низкой температуры нету и мне вот этого флисовой кутки вполне будет достаточно для того, чтобы я даже в средней активности испытывал температуру и кофот. Три слоя. Вот и все. Видишь, что добавить? Вроде нет. Зачем путать больше? Экипируйтесь грамотом, друзья. До пребой с вами сила. Пока. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова